Когда Афганистан – часть жизни. Фёдор Маланчук попал в страну палящего солнца, когда ему было 18 лет. Служил полтора года наводчиком пулемёта. Трижды был ранен. После подрыва на мине в строй уже не вернулся. Но главное – остался живой. В нашем выпуске очерк из рубрики «Солдат афганской войны». Родился на севере Молдавии. В Бельцах получил специальность токаря. Был направлен к Бендеры. На заводе в прибор проработал всего два месяца и был призван в армию. Приказы выполняли, что даже не думали, нужно ли это или не нужно. Как интернационалисты мы сами не знали. Мы солдаты. Потом уже что мы делали, объясняли попутно. То, что в карантине нам говорили, что мы будем помогать, охранять, получилось всё наоборот. Там уже шли военные действия. 56-я десантно-штурмовая бригада – одна из самых известных в 40-й армии. Самые трудные боевые задачи, высочайший уровень опасности, гибель товарища и друга, с которым постоянно были вместе – самая страшная потеря. Мне уже был год службы. Я был пулеметчиком. Второй помощник расчёта моего получил пулю в висок. Я развернулся, это было зимой, он в снегу. И до сих пор, иногда, когда вспоминаю, я чувствую это тепло, крови. Саша Невзоров с Красноярского края. Оглядываясь в прошлое, уроки Афганистана переосмысливаются, говорит Фёдор Николаевич. Правда есть у каждой из сторон. Есть и запоздалое сожаление. Мы жалеем, что не поняли, почему вы приехали к нам. Повсюду работает пропаганда. Как и сейчас работает пропаганда, так и работала в то время. Мы приехали туда не то, чтобы стрелять и убивать. Помогать, строить, охранять, что-то менять у них в лучшую сторону. Их там убедили в обратную. Сейчас они поняли, но поздно. Эти числа февраля особые для тех, кто вернулся домой из Афганистана. И день скорби для тех, кто потерял близких и больше не обнимет сына, отца или супруга. Из восьми бендерчан, которых призвали вместе с Маланчуком, все вернулись живыми. Но многие получили увечья. Инвалидность получил и он сам после третьего ранения. Было потерь очень много. Потому что мы там воевали не так, как в 1945 году. Линия фронта с той стороны враги, с этой стороны наши. Мы были всегда в центре. И спереди враги, и сзади, сбоку, слева, справа. Днем друг зашел во дворе к нему в дом, тебе угощают чай, лепешки. Вышел за воротами, ты для него враг. С 2019 года Федор Маланчук возглавляет городской союз воинов-интернационалистов. Организация поддерживает инвалидов афганской войны и семьи погибших ребят. У нас недавно, как в эту осень, наше помещение было в таком плачевном состоянии. И при помощи госадминистрации, помощи немножко от президента Владимира Николаевича, был сделан хороший ремонт. Мы тоже недавно вошли, еще не обустроились. Одной из приоритетных задач воины и афганцы считает работу с молодежью. Патриотическое воспитание – одна из главных составляющих безопасности государства. Мы одеваем свои награды не для того, чтобы показать, а поддержать их моральный устой, чтобы они поняли, в какой стране живет и кто до них был. Родители, дедушки, все вот эти, которые поняли смысл жизни. Мои сыновья отслужили. Сейчас у меня внук от старшего сына. Надеюсь, он тоже будет служить. Работа с детьми в школах возобновится, как только снимут карантин. Как призывают афганцы, память нужно беречь всем. Валерия Сфайская, Дмитрий Украинец, Бендерская телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова